Здравствуйте, уважаемые друзья! Друзья, в эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. Автор книги, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию, святитель Феолипт Филадельфийский. Он является одной из самых ярких личностей в истории святоотеческого богословия и византийской церковной письменности. Его можно считать первым представителем поздневизантийского исихазма и учителем святителя Григория Паламы. К сожалению, до недавнего времени творение этого выдающегося подвижника и духовного писателя были практически неизвестны. Лишь одно из них в неполном и некорректном виде было опубликовано в греческом «Добротолюбие», а затем вошло в церковнославянское и русское «Добротолюбие». Лишь в самом конце XX века было обнаружено большое количество сочинений филадельфийского архипастры, перевод которых начался в 2000 году. И вот сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которую вошли аскетические творения и послания святителя Фиолипта Филадельфийского. Итак, работа над комментированным переводом сочинений святителя Фиолипта Филадельфийского была начата в 2000 году профессором Алексеем Ивановичем Сидоровым. Посильное участие же в этих трудах принимал иерей Александр Прожегорлинский. Отдельные переводы творений святителя публиковались в различных периодических изданиях. Альфа и Омега, Сретенский сборник и другие. Затем было решено собрать корпус аскетических творений и писем святителя Фиолипта и издать их отдельной книгой, снабдив ее вступительной статьей и приложением. Эта книга вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница». Открывает ее жизнеописание святителя, составленное также Алексеем Ивановичем Сидоровым. Как отмечает профессор, главным источником жития святителя Филадельфийского является византийский философ и государственный деятель Никифор Хун, который в своей эпитафии пишет, что родом был архипастырь из Никеи. Скорее всего, биограф ничего не знал ни о его родителях, ни об обстоятельствах будущего воспитания митрополита. Год рождения его определяется как 1250 или 1251. Творение самого святителя Фиолипта и свидетельство Иоанна Конкутузина предполагают, что он обладал вполне приличным светским образованием. Однако, судя по дальнейшему течению жизни святителя, основу основ становления его личности составляло прежде всего церковное и особенно монашеское воспитание. Никифор Хун пишет, что в Никее были у Фиолипта отцы и наставники, учители догматов духа, под руководством которых происходило возмужение его, в первую очередь духовное. Здесь он постигал науку рассуждения над священными писаниями и глаголами духа. Здесь научался страху Божию, поучался в заповеди Господних. Позднее, уже будучи женатым и рукоположенным в сам диакона, святитель почувствовал тягу к монашеской жизни и, видимо, в окрестностях Никеи присоединился к другим подвижникам. Претерпев многие искушения и духовные брани, он нашел себе одного мудрого и опытного старца, под водительством которого постиг высокую науку подлинной жизни по Богу, то есть делания и созерцания, трезвение ума и непрестанной молитвы. С чем был связан столь решительный поворот в жизни святителя Фиолипта, сказать трудно. Скорее всего, то было внутреннее призвание, тот Божий зов в душе, противиться которому он не смел. Как известно, Никея до 1261 года была столицей Византийской империи, поскольку Константинополь, захваченный крестоносцами, находился под властью Латинин. Когда Михаил VIII, палеолог, отвоевал обратно град Константина, изгнав оттуда Латинин, то, казалось, прежняя империя возродилась. Однако угроза нового крестового похода, а также опасность со стороны турок, поставили державу Ромеев в сложную ситуацию. Поэтому, исходя из утилитарно-политических соображений, Михаил, палеолог, решился на заключение церковной унии с Римом, которая и состоялась в Лионе в 1274 году. Как и следовало ожидать, говорится в жизнеописании, Михаил встретил упорное сопротивление к введению унию со стороны громадного большинства греческого населения. Среди наиболее непримиримых врагов оказался и Фиолипт. Он был схвачен и предстал перед судом, на котором по свидетельству Никифора Хумна присутствовал и император. Между Михаилом-палеологом и Фиолиптом состоялся диалог, после которого последний был отправлен в темницу. Сколь долго продолжалось заточение молодого исповедника, сказать трудно. Но, видимо, оно не было, как указывает Никифор Хумн, кратковременным. После освобождения Фиолипт вернулся на родину и здесь опять избрал жизнь монашескую, а точнее отшельничество. В своем родном городе он стяжал широкую известность как защитник православия и духовный наставник. Многие приходили к нему за назиданием и духовным утешением. По словам Сидорова, церковное предание устойчиво связывает святителя Фиолипта с Афоном. Это нашло отражение и в добротолюбии, где, говорится, сначала он проходил подвижническую жизнь на Святой горе. Духовная черь святителя Ирина Хумпена в монашестве и в Логе весьма точно указывает, что Фиолипт стал архиереем в 33 года, до этого 8 лет подвязаясь как простой монах. Весьма важным свидетельством в пользу его пребывания на горе Афон является и повествование святителя Филофея Константинопольского, который, говоря о начале подвижнического пути святителя Григория Паламы, когда тот постигал начатки добродетелей, замечает, этому научал вместе с другими Григория и тот подлинный светоч Филадельфийской церкви Фиолипт, который от того и безмолвия, и священного сожития Святой горы перешел или, точнее, взошел на святое предстоятельство церковное. Говоря о предстоятельстве, надо отметить, что произошло это приблизительно в 1283 году, когда Фиолипт был возведен на Филадельфийскую кафедру. Его избрание было связано, скорее всего, с серьезнейшими переменами в византийской державе, сказавшимися на судьбе православной церкви. В конце 1282 года умер Михаил VIII, палеолог, и на трон вступил его сын Андроник II, старший. Как политики государственный муж он намного уступал своему отцу, но был искренне преданным православию. Одним из первых его деяний было расторжение ненавистной унии и низложение патриарха Иоанна Векка, главного сотрудника Михаила Палеолога, в проведении униальной религиозной политики. Основная литературная деятельность святителя Фиолипта протекала в сравнительно небольшой период времени, но была достаточно интенсивной. Выделение отдельных жанров в его литературном наследии представляется во многом условным, ибо большинство сочинений святителя можно охарактеризовать как аскетические творения. Тема духовной брани, борьбы со страстями в процессе подвижнического делания и обретения духовного ведения в созерцании немыслимого без опыта и сихии, а также темы подражания Христу в неусыпном подвиге смирения, стяжания даров Святого Духа, предвкушающей радости, близости Царства Небесного, которое внутрь нас есть, и ряд других тем, постоянно встречающихся в святоотеческой аскетике, составляют главное содержание творений святителя Фиолипта. Как и все святые отцы, он традиционалист. В лучшем и высшем смысле этого слова и именно такая верность священному преданию и позволяет раскрыться удивительной неповторимости его творческой личности. С молодых лет, взращенной Православной Церковью, нашей общей Матерью, по его собственным словам, питающей своих чад, словно млеком, правотой догматов и чистотой жизни, святитель в своих творениях четко обозначает тот единственный, тесный и узкий, но светлый и благодатный путь, которыми следует шествовать каждому православному христианину. Как свидетельствуют исторические источники, учеником Фиолипта был выдающийся стол православия, святитель Григорий Палама. Его Фиолипт назидал, уже став архиереем, во время своих неоднократных посещений Константинополя. В триадах святитель Григорий, защищая Исихазм, ссылается на преподобного Симеона Нового Богослова и преподобного Никифора Исихаста. А затем говорит, «Да только ли старые, то есть древние, святые, мужи, свидетельствовавшие незадолго до нас и отличавшиеся силой Святого Духа, передали нам то же самое из собственных уст. Я говорю о богословии, воистину богословии и достовернейшем созерцателе, тайнозрителе истин, стаин Божиих, о прославившемся при нас, достопамятном Фиолипте, предстоятеле Филадельфийской Церкви, вернее, светильнике, озарявшем из неё Вселенную. Познакомиться с житием святителя, а также его творениями, могут сегодня и современные читатели. Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. О новинках православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok